Всем добрый день, друзья! Я хочу снять это видео, чтобы показать вам... Тут возникли вопросы по поводу ТСЖ, как его правильно разобрать на части. То есть у нас есть вот сам гриб, у него вот такая губчатая снизу часть, и есть вот такая волокнистая нога. Я сейчас попробую вам показать. Она действительно похожа на куриное мясо. Она очень твёрдая, сочная. В то время как вот молодой гриб, он вот такой прям вот как желе, очень мягкий. Вот этот молодой гриб чаще всего маринуют и чаще всего жарят. А такие вот волокнистые части обрезают. Вот я обрезала. Действительно похоже на какую-то рыбную палочку, на крабовое мясо. Ну вот их можно пожарить, можно посолить. Но маринуют, как правило, вот такие вот. Вот посмотрите, у меня уже перебранный гриб, он такой прям вот желеобразный как бы. Он дрожит, и в мариновке, в баночке он будет вкусный, он будет хороший. Вот такой именно. А более плотные грибы мы пускаем на фарш, на котлеты. Он волокнистый, он твёрдый достаточно, и он придаёт фаршу массу. То есть это очень хорошо для котлетного фарша, например. И вот мы, смотрите, мы берём гриб. Вот его нога, вот его ножка, которая, которую он держится за дерево. Вот она совсем такая, как древесина, она очень твёрдая. А вот эту мягкую часть, хвостик, ну вот она, она будет у вас такая, как польский гриб. Как шляпки обыкновенных вот трубчатых грибов. Вот её срезают вот так вот, вот эту часть, вот эту. И потом готовят. Это пускается на фарш. Вот эта вся большая часть. Как бы вам не хотелось её сохранить или поджарить, лучше не нужно. Лучше её всё-таки перемолоть на фарш. Ну вот, собственно, такие пояснения. Дальше я покажу, как я буду мариновать грибы. Я буду их мариновать, собственно, по самому простому рецепту. Сахар, соль. Обратите внимание, что соль неедированная, каменная, обычная кухонная соль. И лимонная кислота. Она придаёт цвет и придаёт, ну, она закисляет маринад, собственно говоря. Он должен быть кислым, чтобы грибы не пропали. И какие специи я положу, я покажу чуть позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова